Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, я и ведущий, как и Сергей. Сегодня мы, соответственно, с Лидией Политаевой разбираем тему абьюза семейного и несемейного, и какого угодно. Лидия начнет рассказывать, вот, разочнет рассказывать. Слушаем вас. Ну, с темой абьюза я знакома, даже, наверное, опять же, из личного опыта, да, то есть, у меня был отчим, и, так скажем, его образ в моей жизни оставил неизгладимое впечатление. Как ассоциация закрепился. Да, 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 и как, так скажем, ну, у нас всякое было в жизни, с родителями, с мамой, с ним. Я считаю, что это типы личности, которые, ну, разберем мужские, да, на примере мужчин. Вот. Самоутверждение за счет слабых, да, то есть, это, опять же, про самооценку, на мой взгляд, потому что сильный мужчина идет самоутверждаться за счет сильных соперников. А слабые мужчины самоутверждаются за счет слабых, это, там, дети. На кого похоже? Напишите мне в комментариях. Вот сейчас, Лидия. Почему ты, Людмила? Давай, Сереж, не будем, так все хорошо. Нет, не будет. Лидия сейчас рассказывала, на кого похоже, напишите нам в комментариях. Вот это описание самоутверждения за счет слабого подсказывания, долго, долго про это с вами уже говорили. И защититься от этого можно единственным путем, на мой взгляд, которые действенны, это дистанция. Ну, то есть, других вариантов я не вижу. Переделывать такого человека или, там, жить надеждами, что что-то изменится, нет. Прямо 100% сразу нет. Если есть возможность разорвать отношения, лучше это сделать сразу. А если нет? То даже этим мучиться. Ты знаешь, кстати, вот я хотела, хочу сказать, как бы цинично не прозвучало, да. Я недавно слушала лекцию одного уважаемого мной психолога, где он сказал такую фразу, которая меня сильно отрезвила. Он сказал такую вещь, что 80% людей обречены на страдания. И раньше, когда я училась на психолога или, там, ну, я думала, я всех спасу. У меня была такая мечта, что я, там, спасу всех и вся и так далее. Нет. Чтобы сломать вот эту программу внутреннюю, потому что откуда всё это идёт, да, тема страданий. Люди не просто так притягиваются друг к другу. То есть, к абьюзу жертва приходит, они оба выбирают друг друга. Что самое интересное. Я согласен здесь, да. Вот, то есть, не бывает такого, что вот в отношении кто-то виноват один. То есть, у нас есть как бы садист и мазохист. Да, да, да. Они друг друга находят. Чтобы перестать быть жертвой абьюза, нужно перестать быть жертвой. Как бы это ни звучало, но это так. Вот. И для этого нужно полюбить себя и нужно сломать старые паттерны поведения, которые приводят к таким отношениям, где человек страдает. А это труд. Не каждый готов, потому что проще плакать и говорить, как всё плохо, меня обижают, помогите. И я, с моих личных наблюдений, такие люди потом опять сами же идут в эти отношения к этому человеку и так далее. А ещё и социозависимые, вот как ты считаешь, они же тоже часто становятся. Но они не совсем мазохисты, они вот как бы вот это немножко другое. Это вот опять про спасательство. Да, да, да. Это вот моя такая же боль была, что я смогу. Но это же эгоизм. Ты думаешь, что ты такой особенный, что можешь изменить. Ты всех спасёшь. Да, да, да. Что из-за тебя... Нет. Как и... Вот я вернусь к словам вот этого психолога. 80%... Ну мы так выросли, у нас система так воспитала, что большая часть людей... Опять же, возможно, и слова будут циничными, но я к ним пришла в итоге. Это рабы. И чтобы перестать быть винтиком в этой системе, нужно быть из неё. Нужно перестать страдать. Взять на себя ответственность за свою жизнь. Не перекладывать её на кого-то, да. Или я... Понимаете, это так глубоко сидит в некоторых людях привычка страдать. То есть они её находят даже на пустом месте. И это реально трудно искоренить. Это как вот нейронная сеть, допустим, да, вот на примере расскажу там своём, опять же. Потому что вот, ну, сама с этим столкнулась. Когда я росла, я никого не виню своих родителей. Так сложилось. Я не знаю, по каким причинам, но вот так сложилось в моей жизни, да, что вот родилась в такой семье. Что я всё время была на нервах. То есть вот из-за отчима он создавал такую среду, в которой я постоянно нервничала. Мои любимые занятия отнимали. Ну, было домашнее насилие, да, было. Вот. И я постоянно на нервиках таких. То есть я привыкла нервничать. И я всё время, ну, то есть с годами потом я привыкла ждать от людей подвоха, так и так далее. Отношения меня, кстати, притягивало таких людей к себе. Потом в какой-то момент у меня просто, я думаю, ну, благодаря, кстати, психологии, психологам, тогда я думаю, а почему я всё время вот иду по этой замкнутому кругу? Потому что это вот эффект, я это называю проторенной дорожки. То есть, допустим, мы с детства, там, лет до 16, да, как я уже говорила ранее, я ходила вот по этой проторенной дорожке, которую протоптали мне мои родители. Я вот иду по ней, и там пофигу, что грязно, страшно, бьют, да, там, обижают, но она мне знакома. Да, да, да. А чтобы перейти на новый уровень, мне нужно протоптать свою дорогу. А она, может быть, она гораздо прекрасней, она гораздо комфортней, красивей. Ну, там капец как непривычно, и страшно только от того, что непривычно. И это как бы самостоятельные шаги. И там тоже могут быть и ухабины, и какие-то моменты, да, и ещё, ну, как сказать, трудности. Но из-за того, что привычно, всегда скатываешься вот обратно в эту стезю. И реально вот эти нейронные связи очень трудно разрушить. Возможно, но трудно. И не каждый человек готов взять себя и вот так вот перестроить. То есть это время потребуется, и много времени. Если психологи, там, или какие-то коучи на тренингах, или на марафонах говорят вам, что там за неделю вот так вот возьмёте и переменитесь, но нет. Это ложь. 80% людей выбирает путь проторенной этой дорожки. Потому что вот 16 лет живём в одной среде, я могу сказать, что вот 8 лет ходя к психологу, там, учащена психолога, я сейчас только-только начинаю понимать, как надо по-другому делать. И у меня начинается формироваться другое общение, другое общество. Я выбираю других людей и так далее. Это время, это много времени. И нужен человек, который будет постоянно вот выдёргивать из старых, так скажем, вот этих вот поведенческих привычек. Потому что вот у меня есть такой опыт, что человек приходит, получает какой-то мини-вау-эффект, и останавливается на нём, убегает такой, всё, я всё понял, я всё осознал, сейчас у меня будет жизнь по-другому. Но это эмоциональный такой подъём, это лишь, ну, я не знаю, там, спортом, если кто-то когда-то там занимался. Это же, ты же не стал вот таким вот, так скажем, потянутым, накачанным за одну тренировку, там, или за две, или за десять. Ну, это было бы круто, я бы хотел. Ну вот. Особенно сейчас стать подтянутым снова в карантин. Вот. То есть, понимаешь, да, любое изменение, любой рост, он требует длительных усилий и постоянства, и намерение должно быть очень серьёзное в человеке, чтобы это изменить. А есть момент, когда человек выбирает, ну, как бы, пострадать. Смотри, а как ты считаешь, вот из абьюза, если отвлечься от методик, да, ну, часами можно об этом говорить, но как проще выйти, то есть, вот, допустим, как-то вот на корню резко, да, мне взять там и покинуть вот эту вот ситуацию, ну, допустим, уйти просто, сбежать от человека, или это как-то можно с тобой проработать долго, плавно уходить, там, с ним что-то там делить, ну, там, допустим, если это там супруга или супруг, да, то есть, как это быстрее происходит, ну, безболезненнее самое главное. Ну, это, знаешь, это у меня есть одна моя коронная притча про собачку. У хозяина была собака, и ей нужно было купировать хвост, и он очень любил эту собаку, и он такой думал, может быть, я вот каждый день буду отрезать этой собачке кусочку хвоста, и ей будет менее больно? Шикарно, гладкий пост. Да-да-да, и тут такая же история, можно, можно и потихонечку, но так же любя, ласковый глэд. Мне прям нравится, мне прям зашло вообще. И тут то же самое, то есть вопрос, лучше, как это, ужасный конец, чем бесконечный ужас. И это реально отрезвляет, то есть, ты сразу понимаешь, что ты можешь начать свою жизнь по-новому уже сейчас, к примеру, да, там, перестрадать, переболеть, перепрожить это всё, либо вот растягивать это на кучу непонятных... А экстравертам проще здесь будет? Ну, да почему? Нет. Я думаю, что тут, вот тут даже не совсем подходит, экстраверт, интераверт. Ну, я имею в виду, вот смотри, допустим, вот углубляясь в тематику моего канала, ну, то есть, смотри, человек, который, допустим, гипертийный, который соскальзывает постоянно с ситуацией, он такой не варится в себе, внутри себя, может быть, ему несколько проще вот в этом плане будет пережить и тут же переключиться на вот ту-другую жизнь, да, чем нежели человек, который более интровертирован, плюс ещё находится внутрь, да, направлен своего я и так далее, то есть, он постоянно там в самокопании, вот, мне кажется, им просто сложнее, но это вот твоё мнение, как профессиональный, психолог, хочу услышать. Ну, вот всё же зависит от какой стороны посмотреть, можно также переключить свою интроверсию и своё вот это внутреннее переосмысление на формирование будущего своего. Не, естественно, я имею в виду, это вот, когда мы на ситуации извне смотрим, то есть, когда они ещё не с тобой, а вот когда они самостоятельно, я имею в виду, что, возможно, какой-то группе людей это будет тяжелее переживать, чем нежели, допустим, в одиночку. Я конченая оптимистка. Да? Я считаю, что из любой ситуации есть, если есть вход, значит, есть и выход. Вот. И тут вопрос желаний человека. Хочет он выйти, он выйдет. Можно искать, конечно, более сложные варианты, как сказать, усложнить, несложно, упростить, непросто. К любому типу и к любому человеку можно найти подход и можно найти корректную тропинку этого выхода, так скажем. Говорю, все, он всегда уходит только в желании человека. Если оно есть, то все, все решаемо. Пока мы живы, пока мы здоровы, пока у нас есть руки, ноги, голова на плечах, да, то есть даже есть вот Ник, как его, Ник Улевич или Билл, знаешь, Юрий? Нет, Ник Улевич, по-моему, его зовут. Это мужчина, который без ног, без рук. А, ну я понял, да, да, Даже он, красавчик, понимаешь, весь мир развернул в плюс себе, то есть как бы сделал себе карьеру, женился, родился, ну, ребенка, не он родил, его женаться, но все равно. То есть тут как бы Дорогие друзья, рожайте детей, будьте счастливы, выходите, соответственно, из всех возможных абьюзов, негативных ситуаций, а мы вам обязательно с этим поможем, наши контакты, и лидии внизу, 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 внизу в комментариях. Спасибо, что смотрели.